МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интерес к личностям братьев Лизюковых, он с послевоенных лет возник не случайно. Дело в том, что таких семей в Советском Союзе, из которых вышло по два героя, в принципе, было всего 12. И в Белоруссии только две. Ну, уникальная действительно семья, которая не на словах, на деле. Сделали все возможное для того, чтобы послужить родине вот в этот тяжелый такой период. В большей степени, конечно, известна была судьба младшего Петра Ильича, который погиб 30 января 45-го года под Кенгсбергом. Артиллеристы Петра Ильича Лизюкова встретили врага 22 июня 1941 года на реке Западный Буг подо Львовом. Потом они сражались за Киев, обороняли Сталинград, освобождали Выборг, Ригу, Талин. Артиллеристы Петра Ильича Лизюкова Петра Ильича Лизюкова Отдалей за слезы нашим, Отделей за нашу ролью Огонь! Огонь! 29 января 1945 года истребительно-противотанковая артиллерийская бригада полковника Петра Лизюкова в районе Кенигсберга вышла к Балтийскому морю и отрезала группировку гитлеровцев от основных частей. В течение двух суток артиллеристы отражали контратаки противника и не позволили ему вырваться из окружения. Во время боя комбриг лично встал к одному из орудий и ввел огонь по вражеским танкам. Этот бой стал для него последним. Петру Ильичу Лизюкову 19 апреля 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. Евгений Ильич Лизюков, старший из братьев, ушел добровольцем на фронт в 1941 году. Был тяжело ранен и комиссован из армии. В 1942 по заданию Центрального штаба партизанского движения заброшен на оккупированную территорию. Была легенда о том, что и Евгению Ильичу тоже хотели присвоить звание Героя Советского Союза. Такая версия возникла сразу после освобождения Минска от фашистов в 1944 году, когда награждали наиболее отличившихся партизан. Многие из тех, кто тогда получал награды, уверяли, что своими глазами видели наградной лист на Евгения Лизюкова, командира отряда имени Молотова. Однако самого Героя на награждение не было. Командовал партизанскими формированием в Минской области, собственно, и погиб. 7 июля 1944 года отряд Евгения Лизюкова, направляясь в Минск для участия в партизанском параде, встретился с группой немецких солдат, выходивших из окружения. Завязавшийся бой стал последним для партизанского командира. Генерал-майор Александр Ильич Лизюков. Средний из братьев. Александра Ильича в Красной армии называли танкист номер один. Поэтому эта личность действительно была незаврядная. Полковник Лизюков встретил врага 26 июня 1941 года. В общей панике первых военных дней возглавил оборону Борисова. 12 июля с небольшим отрядом из 15 танков организовал оборону переправ через реки Днепр и Березина и не позволил противнику сходу овладеть Смоленском. За умелые действия в обороне переправ и личное мужество 5 августа 1941 года полковнику Лизюкову было присвоено звание Героя Советского Союза. Впереди была оборона Москвы. В числе других ее защищала 1-я гвардейская мотострелковая дивизия под командованием Александра Лизюкова. После успешных действий под Москвой генерал-майор Александр Лизюков наконец-то получил под свое командование танковое соединение. Сначала корпус, а потом и армию. Но первые бои для танкового командарма складывались неудачно. И в июле 1942 года, недалеко от Воронежа, его командирский танк был подбит. Сам генерал Лизюков погиб. Место его гибели долгое время было неизвестно. Окончательная судьба Александра Лизюкова стала известна спустя много лет. В 2019 году его останки были найдены и преданы земле со всеми воинскими почестями. История семьи Лизюковых всегда волновала гомельчан. Они как пример, как образец. То есть люди сверяли какие-то свои собственные переживания. Наверное, все, что связано было с судьбами своих близких. Увековечение памяти не только в памятнике, наверное, а в том, чтобы вокруг этой темы, в общем-то, об этих людях сегодня знали. В 2019-м героическая судьба всех трех братьев Лизюковых была увековечена в бронзе в родном городе Гомеле, на проспекте, который носит имя Победы. Пока мы живы, будем помнить. Пока мы помним, будем жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова